Звенигород Двухминутный ролик? Легко. Для Алисы и ее парня Евгения это дело двух дней. С помощью видео онлайн можно прогуляться по исторической части города, где жил и работал Антон Павлович Чехов и узнать, где находится памятник актрисы Любови Орловой. Была очень такая совместная работа. Я и думал над местами, в которых сниматься, думал о том, как это все будет выглядеть. Примерно себе представлял итоговый вариант. Ну и, соответственно, снимал и монтировал. Алиса – студентка факультета туризма и гостеприимства Звенигородского колледжа. Но девушка не только увлекается достопримечательностями городов, а еще – геологией. Собирать разные минералы и окаменелости начала с пятого класса. Успевала ходить в походы и даже путешествовать по России. Именно так и прокачала навык экскурсовода. Я была пять лет, ну и до сих пор связана с геологией. И из-за этого часто посещают какие-то походы, раскопки, по городам ездим. Некоторым экспонатам из личной коллекции больше нескольких десятков миллионов лет. Есть и полудрагоценные камни – аметист, бирюза, цитрин. И хоть они не лучшие друзья девушек, Алиса такими находками гордится больше, чем бриллиантами. Мне всегда нравился вот кварц, все его разновидности. Здесь много аметистов у меня. Поэтому кварц мне зацепил глаз. Помимо Алисы в конкурсе Русского географического общества участвовали еще 1100 человек из 85 регионов страны. Среди них были как гиды-профессионалы, так и любители. Идея конкурса проста. Чем больше людей узнает о самых красивых точках на карте России, тем лучше. Второе место для девушки только начало в ее карьере. Она уже задумывается о новых видеоэкскурсиях.